В индустриальном районном суде выслушал приговор 20-летний житель Южного микрорайона за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. При обыске у задержанного нашли более сотни таблеток экстази и 170 граммов гашиша. Безработный молодой человек объяснил, что решил делать закладки, поскольку эта работа сулила большие деньги. Подсудимый был уверен, что знает обо всех рисках криминальной профессии и сможет остаться безнаказанным. В интернет-магазин по продаже наркотиков фигурант устроился в марте. Его курировал и обучал человек, личность которого следствием не установлена. В краевой центр он отправлял наркотики почтой на имена людей, не имеющих никакого отношения к этому бизнесу. В ФИО он сообщал хабаровчанину. В целях конспирации, чтобы сотрудники почтовых отделений не могли опознать фигуранта, молодой человек сочинял доверенность, якобы написанную от лица получателя посылки, что забрать ее может курьер. Последних фигурант находил по объявлениям на Авито, передавал им поддельный документ и отправлял за почтой. Таким образом, подсудимому доставлены две крупные партии наркотиков. Спрятаны они были в музыкальной колонке. В одной лежали таблетки экстази, в другой – гашиш. После получения товара фигуранту поступила новая задача – расфасовать запрещенные вещества и сделать две небольшие закладки. По словам юноши, выходило, что за них он получил от куратора 50 тысяч рублей. Сбыть остальное хабаровчанин не успел. Полицейские вычислили его раньше. В ходе судебного заседания установлено, что лицо совершило покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет в крупном размере. Молодой человек вину признал и активно сотрудничал со следствием. Приговор начинающему закладчику вынесли суровый, особенно если учитывать, что судили юношу за покушение на сбыт. Фигурант попадет в колонию строгого режима на 5,5 лет. С места происшествия Юлия Рябцева и Леонид Булдыгеров. Продолжение следует...